И в следующей докладке дает участие Владимир Владимировича тема доклада «Магнодривизационное моделирование работы по заводам станции на губернативационном трассе». Здравствуйте, уважаемые коллеги. В начале моего выступления хотелось бы поблагодарить организаторов конференции за предоставленную возможность выступить здесь по проблематике станции магнодривизационного трасса. В последние годы у нас уже решены многие технические аспекты, связанные с движением магнодривизационных платформ. Продолжают появляться различные проекты. Довольно интересные, наиболее любопытные можно как раз отнести выполненные под руководством Анатолия Александровича технико-экономическое обоснование магнодривизационной линии, которая должна связать транспортно-технические терминалы Санкт-Петербурга и Ленинградской области с терминалом Москвы. Но вместе с тем, при практической реализации указанного проекта перед проектировщиками неожиданно неизбежно возникнет вопрос о том, как на этой линии проектировать магнодривизационные станции. При этом очень важно отметить, что в настоящий момент каких-либо согласованных и принятых требований, схемных технико-технологических и прочих решений по данному вопросу не существует. В общем, до этого и подтверждается как раз выполненный технико-экономическим обоснованием. Стоит также отметить, что выполненный нами анализ данного документа еще показал, что, скорее всего, на данной линии потребуется размещение как минимум двух типов станций, различающихся характер работы. Значит, первый тип это будут непосредственно грузовые станции, ориентированные исключительно на массовую погрузку и выгрузку контейнеров. И второй тип это грузовые станции, где помимо погрузки и выгрузки также будет значительно преобладать объемство, связанное с оптимировкой контейнеров. Значит, на прошлой конференции нашим авторским коллективом приводились принципиальные схемы грузовых станций, расположенных в конце данной линии. Вот они представлены на слайде. Ну, опять же, вернемся к доступу монетариационного транспорта. Одним из основных, его доступность является поточность линии. Соответствующие поточности должны обладать и расположенные на ней станции. Значит, ну, рассмотрим вариант, допустим, если мы по линии так условно захватим перевести тысячу контейнеров в год. При примерно равном контейнере обороте, то есть сколько контейнеров мы получаем, сколько отправляем, у нас размер прибытия и, соответственно, отправления такой станции составит по одному контейнеру в минуту. Ну, даже без дополнительных расчетов, видно, что верхняя схема уже с таким объемом работы не справится. Это очевидно, потому что за одну минуту весь грузовой цикл нам не выбран. Здесь, как минимум, уже потребуется параллельность расположения устройства и, как следствие, параллельность выполнения операций. Ну, как минимум, так это представлено в схеме 2. Но при этом тут же возникает вопрос, а какое количество устройств должно быть? То есть, допустим, мы здесь привели по 2 пути по грузке и по 2 выгрузке, а достаточно любует их для обеспечения бесперебойно-перелодочного процесса. Какая для нас производительность погрузоразгрузочных механизмов? Вообще оптимальна ли эта схема расположения устройств, либо можно как-то расположить их по-другому? Также важно отметить, что на самом деле та технология, которая у нас будет на станциях магнитолизационных линий, она будет оказывать влияние и на технические характеристики самой магнитолизационной линии. Например, то, какое количество нам потребуется магнитолизационных платформ для организации перевозки. Ну, например, при том же объеме 1000 контейнеров в год, ну, допустим, при скорости 150 км в час в технике экономического обоснования переводить более высокие скорости, ну, вот мы взяли его скорости грузового банка в США, нам потребуется порядка 700 таких платформ. Ну, с учетом, понятное дело, резерва, но при всем при этом мы не учитывали, что может возникнуть непроизводительный простой платформ на станции. А если такой простой возникнет, сразу возникает вопрос. Сколько таких платформ нам потребуется в этом случае? Значит, ну, вопросы на... Ответы на вопросы подобные, которым я озвучил. В случаях с классическим железнодорожным транспортом можно в настоящее время и, в принципе, довольно давно получить по действующим нормативным документам. В случае с магнитолизационным транспортом таких документов в настоящее время нет, и их еще только предстоит разработать. Но здесь, опять же, посмотрим на историю разработки вот этих нормативных документов. Значит, по ряду позиций требований норм у нас с вами использовался функционное моделирование. Вот, например, количество путей на железнодорожных станциях в различных случаях у нас в нормативных документах было заложено, опять же, по результатам функционного моделирования. Например, такие результаты у нас приведены в правилах и технических нормах проектирования железнодорожных станций вот в основу моделей была положена схема номер два. Ну и, соответственно, мы попробовали оценить, достаточно ли будет этого путевого развития на переработку в тысячи контейнеров в год. Значит, для этой схемы станции был разработан технологический алгоритм. Вот он представлен на слайде. Значит, в данном алгоритме мы постарались учесть все основные операции, связанные с переработкой контейнера, так и с помогателями, такие как выявление неисправности, подача платформ на пути отстоит для погашения неравномерности и ряд против данных. Значит, для реализации модели нам потребовались также следующие исходные данные. Интервал поступления вагонов на, простите, платформ на станцию с учетом его колебаний, время на каждую элементарную операцию, предварительный процент лабортовки платформ, а также процент в платформах, направляющихся на плановое техническое отслуживание. Значит, интенсивность поступления контейнеров на терминал, которые подлежат погрузке на платформы, ну и производительность одного подгруза вручных механизмов. Значит, в результате эксперимента мы хотели получить потребное количество пути различного технологического назначения, потребное количество подгруза вручных механизмов при заданной производительности, перерабатывающая способность грузовой магнитолизационной станции с учетом возможных видов неравномерности, внутрисуточной, сезонной, годовой и других. Значит, производительный и непроизводительный простой платформ на станции, значит, и потребный парк подвижного состава, на основании которого можно определить инвентарный парк магнитолизационных платформ. Значит, для построения модели мы использовали программный комплекс моделирования транспортных систем «Аврора», разработанных для гипротрассы. Значит, и результаты рефикации модели у нас представлены на следующем слайде. Значит, ну, это аналог своего рода отсутствующего плана графика, значительно упрощенный, опять же, из которого видно устройство, которое мы... Разбеяние нашей станции на устройство. Значит, параллельно работающие устройства, какая их загрузка, ну, здесь на определенный период суток. Значит, и, соответственно, где у нас устройство загружено в ходе технологии, это синий и зеленый цвет, и, соответственно, там, где у нас возникают перепростои. Это красный цвет. Значит, ну, на основании, когда такая банальность вот этого суточного графика загрузки элементов, в общем-то, уже можно сделать вывод и справиться у нас наша станция с заданным объемом или не справиться. И, опять же, если, допустим, у нас справляется, но есть какие-то критические перепростои, ну, можно проанализировать и придумать какие-то варианты по их расширке. Вот. Значит, ну, опять же, как бы эта программа выдает довольно большую статистику. Вот на следующем слайде приведена еще одна таблица, в которой считаются средние простои за весь моделированный период. Ну, значит, помимо того, что эти простои показаны, по этой таблице, опять же, довольно удобно определить наиболее загруженные элементы. Ну, вот в частности, вот здесь, из этой таблицы видно, что у нас, в нашем модельном эксперименте, наибольшая загрузка оказалась на перегоне на подходе к станции, откуда у нас прибывают наши платформы. Ну, чтобы быть честным до конца, скажем прямо, нам не совсем, как сказать, в результате этого эксперимента удалось достичь тех целей, которые мы изначально ставили. Ну, это получилось не по нашей вине. Дело в том, что программа «Доплекс», которую мы использовали, он рассчитан в первую очередь на моделирование железнодорожных станций и просто на такие объемы поступления размеров движения, как вот, например, мы задали, он просто не рассчитан. То есть мы их загружаем, у нас программа начинает работать, но максимум ей удавалось промоделировать до трех суток. То есть после третьих суток возникала ошибка переправления, переполнения массива, и программа вылетала. Ну, вместе с тем, опять же, замечу, что по тем результатам, которые мы получили, и даже по той статистике, которая программа выдавала за вот эти трое суток моделирования, стоит отметить, что по аналогу обычной железнодорожной станции она велась как вполне достоверно, и, в общем-то, результаты, которые она давала, были вполне адекватны. Ну, в качестве предложений нами рассматриваются дальнейшие варианты исследования, это первое, попробовать разработать какой-то слой программный комплекс, учитывающий специфику работы магнитно-регуляционного транспорта. Вот, ну, при всем при этом, если, как бы у нас исследования пойдут в этом продолжении, целесообразно рассматривать даже такой комплекс, который будут моделировать не конкретно, отдельно взятые станции, а весь магнитно-регуляционный полигон в целом. Это даст еще большую достоверность. Ну, второй вариант, можно для решения этой задачи адаптировать существующие комплексы по имитационному моделированию, например, AnyLogic. Ну, тут опять же возникает вопрос о том, что в настоящий момент эти программные комплексы универсальны, и на специфику работы магнитно-регуляционного транспорта, не ориентировали, точно так же, как и на специфику работы железнодорожного транспорта. Значит, ну, по результатам доклада хотелось бы сделать два вывода. Значит, первый – это для основания принципиальных схем станции магнитно-регуляционного транспорта, количество и производительность устройств на них, а также для определения потребного паркhood натюрного состава целесообразно использовать эгрессионное моделирование. Значит, и эгрессионное моделирование этих станций может Он будет построен по аналогии с инвестиционным моделированием работы классических дорожных станций, но с учетом специфики действительно непрерывного движения подружного состава. Мой доклад окончен. Благодарю за внимание. Как я понял, у вас планируется, что паворная инвестиционная станция и стрелка, в принципе, раз в минуту направляет контейнер в ту же или иную... Так, давайте с кеме. Да, смотрите, у нас в модели было заложено как. Значит, вы пишите. Значит, вот этот разработчик, способность технического контроля. И дальше вот здесь, соответственно, у нас какой-то контейнер или нет. Ну, я просто хотел сказать потому, что магнитно реализационной стрелки обещают совершенно массивные, тяжелые конструкции, которые, я не знаю, будут поскольку переключаться, могут быть очень долго прошли. Мясо может быть по-другому. Это может быть так, из глупости фантазии. А можно осуществить разгрузку в погрузку без остановки. Например, контейнер залетается на скорте 60 км в час. В какое-то время едет, ну, лидерность. И из них нет нормы. Едет по типу манипулятору. Так и снимать надежды. Чтобы просто на одном пути, или из-за того, чтобы вы очень туда заметались и закрывались. Знаем, теоретически, как-то такое возможно. Как вы делаете? Я вот себе просто не совсем представляю, как это может быть. Просто стрелки магнитно реализационные, то это все. Нет, ну, знаете, на самом деле у нас в прошлом докладе по поводу магнитно реализационных стрелок тоже мы этот момент упрощали. То есть там можно использовать, знаете, как сказать, сам путь. Как бы он будет непрерывно, там просто будет своего рода магнитный переключатель, который будет перенаправлять вот это магнитное поле на стрелки. Также в качестве вот этой магнитной стрелки мы предлагали использовать устройство на подобии транспортами. То есть, понятное дело, что для станции те магнитно реализационные стрелки, которые существуют вот сейчас, понятное дело, что они не подойдут. Хорошо. Пожалуйста, еще вопросы. Скажите, пожалуйста, а какие ускорения рассматривались для тех стандартных, которые сейчас приняли, при перевозке контейнера, или, может быть, другие? Ну, собственно говоря, здесь два, с предыдущими они связаны. То есть, можно еще на 100%? Ну, сейчас есть нормативы на те ускорения на контейнерах, которые перевозится в грузовой транспорт. Значит, рассматриваются те же ускорения, или, может быть, это не специальный контейнер для... Нет, рассматриваются те же самые контейнеры. Еще есть вопросы? Нет. Тогда по результатам предоплата, или как в итоге, я бы хотелось обратить внимание на следующую коллегу. Вообще, сама эта тематика, как мы говорили, научная и практическая, она очень подложка. Вот с прошлого года, с которым мы здесь проводили 1-й или 3-й июня, настолько загорелся наш партнер научно-исследовательский институт электрической партуры имени Ефремова, что они за год всего лишь получили, только получили новых 4 патента. То есть есть планица стать для научного поиска и приобретения интеллектуальной собственности. Это первое. Второе. Я бы вас попросил, раз бы у вас вкус появился, было бы правильно, если бы вы сделали компьютерную модель 3D в формате 3D, вообще, так сказать, все это, так сказать, система. Третье. Вы не расскажете, а где же деньги? У нас есть договоренность на определенную сумму с одним из инвесторов, и он просит представить им темы, результаты которых он объявит как конкурсные, и по завершению защиты, так сказать, оплачивать деньги на работу. Да, конечно, деньги, могут ли кому-то покажутся небольшие, но это стимул для кафедр работать аспирантом и студентом. То есть, вот мне приятно сообщить и самому себе сказать, что обратная отдача в хорошем смысле этого слова тех идей, которые мы пропагандируем несколько лет, и не просто пропагандируем, а действительно, так сказать, продвигаем. Наши статьи принимаются очень профессиональными журнами, монография расходятся. Значит, мы на этом пути, на этом пути, так сказать, идем интересную дорогу. Поэтому, еще раз подчеркиваю, и вот появляется обратная отдача, которые появляются интересные люди и говорят, мы вот за это готовы заплатить. Даже не ради того, что они что-то приобретут, а ради того, чтобы членский франкоз был перешел, и, как бы, в нашем обществе, как бы, инженера, так сказать, появился, так сказать, мы их вот так и приобрели на работу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ